Здорово! Сегодня едем копать на море. 13 сентября 4.20. На улице очень сильный ветер. Собирались ехать в Эцакли. Мы будем использовать план Б. Сейчас покажу на карте. В общем схема такая. Сейчас большой западный ветер. Получается, что в Эцаке будет шторм. Мы попадаем в красную зону. Вот. Поедем ближе к Авгари, на сторону Юрмалы. Там получается, что берег задувает немного... Ой, берег закрывает немного ветер. Может быть там будет меньше... Меньше волна. Но там получается боковой такой ветер. И он как бы сбоку, но все равно волна будет. Короче, приедем, посмотрим. Сейчас едем опять всей толпой. Встречаемся в Цинхлкей. Обещали пять человек ехать. Всей бандой, короче. Будем встречаться на заправке. И поедем, посмотрим, что у нас там по волнам. И тогда уже начнем коп. Повторяем. А, тепленькая Короче, подъезжаем к кормушкам В Сабрандже Покупают талончики Нас сегодня 5 человек А мы, короче, всю эту шляпу, блять, объедем И поедем дальше Вау! Нахер нам все эти талончики Поедем, блять, без колончиков, блять У нас, блять, пропуск Приехали, еще темно Сейчас захламим всю стоянку Какие-то звуки очень неприятные идут со стороны моря Там, походу, такие волны Там идет реальный шторм Даже план Б не помогает, мне кажется Я уже отсюда слышу, что Мы сегодня ходим по берегу Да Там, короче, волны такие серьезные, мне кажется Ладно, будем ждать остальных Все собрались Расцветает Так точно Так точно Сегодня 5 человек Вся банда в сборе В принципе Почти Почти Ну вот, уже что-то становится видно У нас уже есть первые находки Какой-то большой монитор Короче, это совет 5 копеек Вот, пока не вижу Еще темно Сигналов очень много Много черных Вот такое вот стекло Сейчас покажу Сегодня экстремальный коп Большая волна Ветер западный Очень сильный Шторм Поехали сначала Куда ближе к Алгаре По плану Б Там такая же волна Но решили, что там тогда не стоит задерживаться Приехали сюда Поближе к Майере В Дуболке Все разбрелись Будем копать сегодня по пояс Вот сейчас я нахожусь Возле берега И очень Хорошее местечко Очень много сигналов Уже Нашел 20 центов И вот сейчас 5 копеек Так что Продолжаем Коп Посмотрим, что из этого получится Сегодня у нас Монета нет У нас опять монета Пока не видно какая А, 5 центов Европейские Так, промываем скоб Видел уже монеточки Где-то какой-то Вот, есть 20 евроцентов Опять монеточек Это уже 2 цента Европейские Ходячка Один сантим Первая латвистка Вторая латвистка Республики Вернее Так, смотрим Что там Один евроцент Смотрим, что за монетка 10 копеек Украина Малюченькая Малюченькая Такая Вот 2012 год Отсюда Видел Такую Еще не находил Маленькую Маленькую О, опять Украина 50 уже копеек Сразу после 10 50 Сейчас посмотрим Какой тут гвозь 2018 2 цента Европейские Хожу На одном месте Никуда не ухожу Вот Сейчас покажу Напротив кофеюшника Вот Буквально Вот Тут Вот Выход 10 метров Так и не могу Уйти Очень много монет Такое Хорошее местечко Размытое Против кофеюшника Монета за монетой Лезут Много Черных монет Да, но и цветных сигналов Уже много Довольно Хорошо Так Смотрим 5 евроцентов Волны Охренеть Сегодня Сейчас поверну Камеру наверх Посмотрим Какие волны Просто Сносят С ног Так Можно Скуп заломать Когда роешь И тебя волной Подкидывает И ты держишь За ручку И все Можно Сломать И согнуть трубу В такие волны Надо копать очень быстро Особенно глубокие сигналы За топливо Охрен Просто все выворачивает оружие как раз в этот момент это размывает настолько все монеты плавают поверх очень много верховых сигналов выкапывают из одного капка одно все пузит все плавает пока успевает хватать с кубом почти в догонку евроцент один очередной вот такой попался шуруп охренеть саморез какой-то железный я покажу как это выглядит волной накрывает ну похвастайся монеты монеты куча монет бьет монеты и волны главное волн много ну вот такая волна что вообще с ног скидывает блядь и устоять это самая матрёша тихла я не говорю такую фразу что наверно море успокаивает как блядь волной здесь зануло блядь я бы не делал эту дружбу а на слабеньку не знаю Ну вот, примерно так и бывает. Выкопал какой-то опять окись, закись. Надо почистить, посмотреть, что это такое. Вся обросшая монетка. Наверное, какой-то тоже евроцен. Потому что видно, что он медь проблескивает. Да, это старый какой-то сантим, наверное. Он уже весь сгнил. Внутри металла нет. Осталось только это сверху. Медная оболочка. Весь обросший. Заколочка у нас. Железная. Ещё работает. Павел кричит, что только что поднял такую же заколку. Да. А я всё возле выхода. Вот видно. Он кофеюшник. Выход так и никуда не ушли. Всё на одном месте. Крутимся. Вон Павел. Рядышком. Там он по берегу ходит. Кто-то. Короче, везде тут разбились по всем сторонам. Все что-то ищут. Все что-то ищут. Все что-то ищут. Такие волны, как греметь. Даже вот видно, как в волне по поверху идёт. Видно вы, свисток наверх. На гребне волны всё жёлтое. Вот тут месяц, короче. Вот видно. На всей грязи плывет. Сейчас он вымывает нам. Пофигу мы копаем. По началу заходишь, тебя болтают, а потом уже привыкаешь и всё нормально. Даже прикольно становится. Главное глубоко не заходить и всё, ходишь по пояс спокойно. Немножко болтыхает. Зато прикольно. Хе-хе-хе. Чуваку подвела уже. Волами. Красота. По-моему, волна усилилась немножко. Утром не было там. Сейчас вообще уже поднимаются на высоту. Пришла откуда-то. Как я называю, какая-то океанская волна. Так, всё. Переходим к следующему кофеюшеньку. Там вон есть выход. Детская площадка. Здесь уже надоело ходить. Надо пройти немножко дальше. проверить то место. Там вон Димон уже вдалеке. Но его не видно, конечно. Но он там уже перешёл по берегу. Зашёл в воду. Напротив детской площадки. Всё, мы тоже двигаем туда. Посмотрим, что там будет. Короче, некоторые волны уже выше головы. Приходится подпрыгивать, чтобы не накрыло. Дошёл до кофеюшника. По дороге встретился один сигнал. Короче, начал его копать. Прицеливался, прицеливался. Пришла волна, меня как подкинуло. И на несколько метров в сторону берега прям просто унесло. И возвращался я его обратно искал, так и больше не нашёл. Хороший был светной сигнал. Волны поднимаются. По груди заходить вообще невозможно. Накрывает с головой полностью. Надо пробовать идти поближе к берегу. Тут вот как раз есть вот выход. Детская площадка, будем пробовать тут. Волна уже осталась. Больше метра высотой идёт. Откуда-то пришла. Во, вот это вообще меня сейчас вот накроет полностью получается. Но мы всё равно продолжаем искать. Это ничего нам не мешает, в принципе. Пусть эти волны себе плавают. Вот подошёл к берегу. Сразу выскочила монета. Опять пошли клопы. Что это у нас? Это у нас один сантим. Опять монеточка. Смотрим, два цента. Опять какая-то обросшая ободетка. Какая-то... Сейчас мы её подсковыряем. Почистим. Какая-то беленькая. Обросла кораллами. О! Вообще съела пол монеты, короче. Что это такое? Это, короче, один цент литовский, по-моему. О! И два цента. Сразу сигнал. И тут два... Две. Короче, дуплет пошёл. Монеты по две штуки сразу вылазят. С одного капка. И оба какие-то... Оба центы. Евроценты. Не все. Капли. Ничего не видно. Постоянно волной накрывается. Упалась цветная монетка. 20 евроцентов. Волнами с ног сбивает. Нашли в море, калейку надо ходить, отдохнуть чуть-чуть, а то уже устал ходить. Как раз, отдохнуть можно. Присаживайся, супер. Ой, хорошо. Да, так прикольно. Как раз для копателей скамейка. Как раз для копателей скамейка можно посидеть. Можно ноги помыть и не выходить из воды. Полюбоваться на волны. Красота. Охреневать. Просто наблюдать, как Серёга такая. Покажу монетку. Нашли. Рамочник. 48-й год. Сохран. Вообще, альбомный идеал. У меня обычно в Одессе краска. Видите, красота уже полетела у неё. Но... Эти аж переблёскивают. Да. Такая очень редко попадает. Именно в Одессе бы она... Её, если немножко заполировать, эта краснота уйдёт. Да. Она будет вообще в идеале. Да. Вот это, конечно... Пара. Я там советов этих надёргал. Там надо смотреть. Это сколько получается? 72 года назад. Это уже антиквариат. Сейчас подойдём к Димону. Говорит там. Куда они заселены скамейки. Спросим, что нашли. Может, у них что-нибудь интересненькое есть. Посмотрим сейчас. Наверное, уже сейчас скоро будем выходить. Идём потихоньку обратно. Ну, скажи, покажи, золото есть? Нет, только монет есть. Много монет? Без фирмала отбил. Но у меня тоже монет. Но у меня много чёрных. Всякие эти центы. Цветных тоже там палочка есть. От Изольды. Кусок. Кусок Изольды? Да. Сейчас подойдём к Борису. Пусть покажет, что у него есть. Воды много нагнало уже. Скамейки затоплены. Вода подходит почти кофеюшником. Что такое? Тринадцатого. Десятого вообще шторм был. Ну, что нашёл? А нифига, блин. Два евро с копейками уже два евро потерял. Как потерял? На фиг знает. А это что? Ты её нашёл или с собой взял? Нет, я не нашёл. Вот у нас есть артефакт. Трофей? Нет. Так, ага, ты кто? Так, не сказали, что у тебя есть кусок Изольды? Да, тут есть. Тоже сломалось, блин. Ага, ты уже разобрал. Ну да, вот. Двенчиком. Красота. Я тоже эту для волос заколку нашёл. Твои копеечки? Да. Твои копеечки? Твои копеечки? Куда ты типа хитрый магнит засунул, что там собрал, да? По своей схеме. Это по чуть-чуть всё время набирал, блин. Ага. А два евро куда-то, блин. Ну, короче, у всех одни монеты. Ну да. Ювелирки нету. Тут пару заколов и всё. Посмотрим уже в конце, когда разложим находки, что у кого есть. монет много все сигналов очень много все вообще там вверх окопать я там копал перри пропадать это волнами носит бинтом да нормально привыкаешь это вот который верхний сигнал он плавучий там много плаву плавучих сигналов вот их короче не поймать а те которые хоть немного его копнул ведь копнул есть они как бы в песке они держатся да эти верхние сигналы я тоже гонялся за ними нормально копать можно проблем нет нет вот такого сильного нет это волна просто такая океанская волна как я говорю она пришла издалека она вообще не участвует полностью ни в таком ветре никаких прогнозов она просто есть решили больше не искать все будем выходить сейчас обложим находки все все толпы будем смотреть что кто нашел этот аппарат некуда положить и скаменьку заняли у всех в основном одни монеты ладно я сейчас тоже свои разложу посмотрим что нашли он советов горы и пятерок коком на занять у меня тоже есть одна пятерка как воду буду смотреть а вот это мои на видишь у меня сегодня две украины 10 копеек и вот этот алюминиевый литовский на это литовский лишен сани женятся к нексо он очень на нем ракушка какая-то сидела она уже кораллы дима сегодня сделал всех номиналом 3 евро и кучу всяких евро центиков я мой ходил ходил и так сам модно катушкой со снайпером шестидюймовый да по моему пошел нет нет смотрим борису находки лопата козырная женчуг и сантим на 2 евро еще потерял разный годов гласательщик вот находка дня 20 копеек 48 года рамочный в таком состоянии не часто вообще не бывает обычно не красные пятерки много картик много да очень здорово серёги тоже и ракушки на тёплые как раз мой бутылки монет латвийские рамы смешника штук евро деньги вот так же мусор для контраста что не только одни монеты 75 год 200 вот все сегодня откопались 77 серёга по вашей ручкой всем так и вот у сергея посмотрим 50 копеек 5 рублей игрушки всякие вот еще пять копеек 50 копеек короче сегодня мы по мониторам вот мусор там какой-то я своему то фото выкидывал не воленка вкателу сумочку воду потом мусорник нашу фоткать я его не буду все сегодня мы вот так вот покопали красота короче мне понравилось я не могу поверить